И вновь двойка. Алтай Баскет в четвертый раз подряд потерпел поражение. На этот раз в Энгельсе от местного строителя 69-63. Через несколько часов второй матч с противостоянием. Ранее баскетовцы были биты Ярославским Буревестником и дважды Спартаком из Санкт-Петербурга. Сейчас Барнаульцы на втором месте в таблице. Спортивный стимул. Вот и вернулась одна из советских традиций. Эти 30 школьников края первыми среди сверстников доказали, что именно они заслуживают знаков отличия, готов к труду и обороне. Всего завоевано 6 золотых, 23 серебряных и один бронзовый знак. В торжественной церемонии ребятам также вручили удостоверения и сувениры. Напомним, с этого года сдача комплекса норм ГТО введена во всех школах страны. Бежать полтора километра. Это было для меня очень сложно, потому что дыхание сбивается, и все, как-то цели своей охоты добиться, и вот эта вот тяжесть как-то чувствуется все равно. В «Яблочко» стрелок Валентин Киселев завоевал золотую медаль на крупном турнире в Екатеринбурге. Наш земляк, точнее других, настрелял по мишеням в дисциплине «Блочный лук» дистанция 18 метров. Профессиональной стрельбой Валентин занимается чуть больше года, но уже успел стать кандидатом в мастера спорта. Еще один барнаулиц Евгений Реснянский, к сожалению, вне пьедестала. На очереди у спортсменов с Алтая чемпионат страны, который пройдет в городе Великие Луки в феврале. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.